Продолжение следует... Продолжает красноту, да? А этот уже ничего не подразумевает. Поэтому все-таки в пользу розового синим. Возьмем, ну, желательно, наверное, чистые белила зачерпнуть. Создать условия для желтого. Сначала желтый придет с розовиночкой. То есть оранжеватые проявления желтого. Сначала так. Может быть, все-таки мелким мастихинам будет выгоднее. И раздавливаем до вот такого сиятельного состояния. Раздавленные светлые пятна, они выглядят сиятельно. Вот так выглядят. По возможности создаем ритмики. Ритмики вот этих. Смотрим, куда толкнуть краску. Ритмики. Создаем вот такие ритмички. Смотрим, куда толкнуть. К низу в большей степени желтый, в меньшей степени розовый. И тоже раздавливаем. И, наконец, кульминация вот эта с белилами. Желтый откровенно с белилами. Небо останется. Темная часть останется. Все поперемешается и будет очень вкусно. Кроме этого, еще придет холст. Укладочка такого характера. То есть снова вернемся к сиреневизне. И чуть-чуть попачкаем границы. Вот так попачкаем. Еще обогатиться. Ситу Йорина. Хорошо? Давайте. Так. Продолжение следует... Более широким захватом набросится на это пятно. От синего здесь вообще избавиться. Если вдруг что-то такое красивое произошло, бережу. Потому что всякий там розенит рот, когда увидит, как мы технично обходимся. Везде вообще, где можно проявить жестикуляцию, эффектную укладку, обязательно пользуемся случаем. Потому что коллеги по цеху этого боятся больше всего. Какой-нибудь вырисовыватель, их как конкурент мало интересует. Все в принципе умеют вырисовывать. А вот человек, который умеет двумя движениями решить задачу, он у них вызывает священный трепет. И пусть вызываем. То есть везде, где получился красивый жест, даже в ущерб рисунку, ну в смысле уточнением, оставляем красивый жест. Прикольно. Вот эти темные облачоники придут в картину вот таким образом. Не-не-не-не-не-не. Вот таким образом придут. Красненький, с желтеньким, с коричневым. Есть там такой вот какой-то характер, да? Облачечечка хотя бы. По-сухому можно их было бы доиграть потом чуть-чуть. Все, все, все. Все, все, все. Причем характер укладки вот такой немножко, смотри. Ты видела, да? Есть ритм, ритм, ритм укладки. Как будто шторка. Темнотики. Возьмешь кисть и деликатненько подыграешь абсолютно лежачий холсту. Вот так. И фиолетовизну, то есть синевой и с коричневизной. В дороге будут тоже появляться симпатичные проявления. Береги их. Обязательно лежачие кисти. Конечно, сейчас вот перечумазить это очень легко. Будь деликатным. Если не попрет, чувствуешь, не прет. Переходи сюда и продолжай уже здесь. Коричневый-голубой даст тебе зеленоватые проявления. Вот такими выходами придешь сюда и создашь идею деревцов. Смотри, лежачая кисть. Вот она. Дерестка. Вот она. Вот она веер. Смотри, ну вот он веер. Вот ты ее заставила стать веером. Смотри, ну вот она. Я тебе уверяю, она очень невыгодна. Она делает хуже то, что вот такая кисть делает не имея веера. Потому что лежачая кисть она уже веерно кладет. Ну, пропало новое. Ну, пропало новое. Смотри, ну вот он веерно. Смотри, ну вот он веерно. Прикольно. Поперебарщивала с густотами. Красноты как-то не додала. Ну, в общем-то, это было неминуемо. Так как нужно было иметь достаточно опыта работы именно с такого рода пятнами, да? Чтобы быть более предусмотрительной. Хотя много сделал хороших прикосновений. Красноты, конечно, очень сильно не хватает. Красноты, конечно, очень сильно не хватает. Очень уж отдельный мазок. То есть они должны стать единым пятном. Но в этом едином пятне чуть различимы красноты, различимы зеленоты. Но пятно единое. Смотри, чтобы эти мазочки немножко зашли один в другой. Вот, видите? Пожалуйста. Вот так. Умутнение. Смотри, дорога сразу легла после серии горизонтальных укладов. Смотрите продолжение в 3 части. 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 Прикольно. Смотрите продолжение в 3 части. Сейчас очень красиво. Можно сместить. Можно. Можно вот что сделать. Допустим, вот этот кусок сняла. Кстати, остаток красивый. Ты видишь, да? Я взяла, но с краснотой, потому что красноты очень не хватает. Сначала прошлась с краснотой. Сначала прошлась с краснотой. с краснотой. И уже желтятину подсунула. И раздавила. Хорошо? Хорошо? Ну, сбрила. Потому что там невкусно. Лучше. Лучше. Потом накидаем более нарядно. Лучше. 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 Как по сухому? Да. Значит, когда она полностью просохла. Полностью. Уже никаких признаков. Два масла, один лак. Протерла. Тряпкой все лишнее вещество собрала. Да. Все лишнее вещество собрала. Она слегка потненькая. И опять начала яркости. Только там у тебя появится еще возможность дымить. Дымить.